Спонсор этого видео магазин компьютерных игр заказака.ком Скидки на новинки, ежедневные раздачи игр из серии Call of Duty, два конкурса, где вы сможете выиграть новинки года бесплатно, а также приз от канала Metagame. Подробности в описании. Всем привет, с вами канал Metagame. Этого героя многие ждут и помнят ещё с первой доты, ведь что может быть веселее, чем в буквальном смысле слова взорвать пуканы нашим врагам? Ну вот, наконец-то, спустя годы он добрался и до второй доты. Встречайте, Гоблин Текис, или как ещё его называют в народе, Минёр. В этом видео я проанализирую все его способности, а также расскажу, как их правильно применять. Итак, давайте рассмотрим, что же умеет делать этот необычный персонаж. Его первый скилл называется Land Mines. Минёр устанавливает невидимую для врагов мину, которая взрывается, когда на неё наступает любой вражеский юнит, неважно при этом грипп или герой. Основная сила этой способности заключается в том, что уже на первом уровне каждая из мин отнимает по 300 жизней. А на последнем уровне прокачки это целых 600 урона при кулдауне всего 10 секунд. Эти мины отлично подойдут для фарма и для хараса врагов на линии, а также чтобы устраивать целые минные поля в неожиданных для врага местах. Теперь несколько важных фактов, которые вам необходимо знать. Мины начинают действовать только спустя 1,75 секунды, поэтому не стоит просто сразу ставить их под ноги врагу, пытаясь нанести ему урон. Первые 2 секунды мины остаются видимыми для врагов, поэтому не стоит выкладывать минные поля прямо перед носом у врага. Дамаг, который наносится взрывом, смешанный, а значит он уменьшается одновременно и за счёт магического сопротивления, и за счёт брони. Если у врага имеется, например, гем, и он найдёт наши мины и захочет их сломать, то они всё равно взорвутся, нанеся при этом урон. Мины наносят максимальный урон только в радиусе 200, и лишь половина урона в радиусе 500. Также с помощью лэндмайнс вы можете задамажить даже строение. Второе умение сапёра это стейси стрэп. Это ловушка, которая устанавливается в течение 1 секунды, и станет всех врагов, которые задержатся около неё на период до 6 секунд, в радиусе 450. Казалось бы, это самая настоящая имба, но есть два серьёзных минуса. Во-первых, они стоят не вечно, а максимум 6 минут на последнем уровне прокачки. А во-вторых, ловушка станет не сразу, а только спустя 2 секунды. Третье и одно из наиболее весёлых умений это суицид. Минёр просто подбегает к врагу и взрывается, нанося перед смертью очень серьёзный урон. Уже на первом уровне прокачки это целых 650 дэмэджа, а на последнем 1550. Хорошая новость в том, что, умирая таким образом, мы получаем опыт за убитые цели. А кроме того, наш герой воскресает в 2 раза быстрее. Главный минус суицида, помимо самой смерти, заключается в том, что его кулдаун реально очень велик. 150 секунд на последнем уровне прокачки. А второй минус это опять же смешанный тип урона, который эффективен только на ранних стадиях. А также не забывайте, что максимальный урон наносится только в радиусе 200 от взрыва. И наконец, наша ульта. Remote Mines. Это мины с дистанционным управлением, которые мы взрываем сами, когда посчитаем нужным. Каждая такая мина наносит до 600 магического урона в приличном радиусе на последнем уровне прокачки. Благодаря кулдауну всего 10 секунд мы можем собирать огромные пачки этих мин в ключевых местах карты, позволяя единовременно нанести просто нереальный дамаг. Единственное, что нас ограничивает, это время действия. Каждая такая мина простоит не дольше 8 минут, после чего она просто исчезнет. Но есть и хорошая новость. Если враг имеет трусайт и попытается сломать наши мины, он все равно получит урон. А теперь давайте выделим основные плюсы и минусы минера. У него очень сильные касты, которыми можно убить сразу несколько героев. Минер это отличный фармер и пушер, он может за несколько секунд снести любую волну крипов и быстро спушивать вышки. Суицид будет полезен и при нападении, и в случае если напали на нас, так как самоубившись мы воскресаем в 2 раза быстрее. Главный минус минера это невероятно низкая выживаемость, из-за маленького прироста силы и базовой скорости передвижения всего 270. Смешанный тип урона от первого скилла и суицида делает эти способности заметно слабее на более поздних стадиях игры. Еще один серьезный недостаток это постоянная нехватка маны за счет высокого монокоста скиллов. Особенно учитывая, что мины нам придется ставить в огромных количествах. А теперь давайте поговорим о том, какой скилл-билд нам нужно использовать при игре за сапера. Лэндмайнс мы будем прокачивать на максимум к 7 уровню, так как их нужно начать реализовывать как можно раньше. Стэси-стрэп мы будем изучать только в самом конце игры, так как большую часть времени нам банально не будет хватать маны на этот скилл. Поэтому вместо него я рекомендую прокачивать статы. Суицид крайне силен в начале игры, поэтому мы будем прокачивать его на максимум к 9 уровню. Ну а нашу ульту мы стандартно будем качать на 6, 11 и 16 левеле. Теперь пришло время поговорить о том, как правильно играть за минера. Пикнув героя, вам сразу же нужно начинать действовать. На первые деньги вам необходимо купить 2 свитка телепортации, 5 кларити и смоук. Как только вы закупились, сразу же телепортируйтесь на одну из линий, чтобы начинать устанавливать мины еще до выхода крипов. Существует несколько точек, где можно ставить мины уже на первом уровне. Первая точка находится на руне, туда нужно успеть установить хотя бы 4 наших мины, чтобы точно убить даже самого толстого героя. Поскольку с выходом крипов враги нередко будут пытаться проверить руну, то лучше иногда воспользоваться смоуком для максимальной безопасности. Вторая точка для установки мин это боковая лавка, туда враги с большой вероятностью могут заглянуть даже на ранних левелах, где их будет ждать небольшой сюрприз. Третий вариант для установки мин более рискованный и который потребует использования смоука для максимальной безопасности. Мы попробуем установить 3 мины на вражеском отводе. Установить больше мин в этом месте мы просто физически не успеем, потому что к этому времени на линию придут герои или крипы. И вот когда мы уже сделали наше грязное дело, то мы с помощью телепорта, чтобы не вызывать подозрений, возвращаемся на линию и начинаем фармиться в обычном режиме. По ходу игры мы должны приобрести себе 3 ключевых предмета. Это Аркейн Бутс, Сол Ринг и конечно же Аганим. Арканы и Сол Ринг помогут нам решить проблему с постоянной нехваткой маны, а Аганим помимо неплохого увеличения запаса хп и маны значительно усилит нашу ульту. На более поздних этапах игры наша задача это постоянно минировать все новые и новые места. Например, с помощью первого скилла крайне эффективно минировать часто используемые и узкие проходы. Рано или поздно по-любому один из врагов пройдет там, подарив нам халявный фраг. Теперь поговорим о правильном использовании суицида. Поскольку уже на первом уровне прокачки он отнимает очень много здоровья, то с помощью него можно легко сделать фб на неосторожном противнике. Тут важно постоянно помнить про смешанный тип урона, который серьезно страдает от резистов и от брони противника. Поэтому даже на ранних левелах вместо 650 жизней мы будем отнимать где-то 400 после всех сопротивлений. То есть вам точно не стоит пытаться сделать суицид в героя с полным здоровьем. Не забывайте, что суицид нужно сделать вплотную, а с нашим мувспидом враги вряд ли позволят нам спокойно подойти. Поэтому нам потребуются ботинки или же помощь тиммейта со станом или замедлением. Ну а если враги застали вас врасплох, то иногда самоубийство будет самым лучшим выходом из ситуации. Чтобы, например, не отдавать врагу деньги за серию убийств и чтобы воскреснуть поскорее. Кроме того, с помощью нашего суицида мы можем внести серьезный вклад в тимфайты, потому что 1550 урона это точно не шутки. А для максимально внезапного нападения можно даже попробовать приобрести себе блингдаггер. Ну и наконец, несколько слов про использование нашей ульты. Урона от взрыва где-нибудь 5 мин будет достаточно, чтобы убить сразу всю вражескую тиму. Поэтому главное это выбрать правильное место, куда враги точно захотят пойти все вместе. Поэтому Remote Mines можно выгодно установить, например, недалеко от вышки, которые враги точно захотят пропушить. А также неплохой вариант это попробовать заминировать Рошана. Крайне важно при установке мин не попадаться врагам на глаза, так как заметив анимацию каста ваших мин, враги могут просто не захотеть пойти пушить по этому направлению, либо купят что-нибудь с трусайтом, чтобы уничтожить все эти мины. Но еще мы можем использовать нашу ульту в замесе в качестве дополнительного нюга. Нам достаточно просто поставить мину в центр драки и сразу же взорвать ее. Это будет весьма ощутимо, особенно учитывая, что с агонимом на 16 уровне каждая такая мина наносит 750 урона. Подводя итоги, можно сказать, что минер это уникальный герой, кем не только реально весело играть, но и который в состоянии полностью перевернуть игру, сделав рэмпэйдж нажатием всего одной кнопки. Даже несмотря на свою уязвимость, он может быть крайне опасен для своих врагов, преуспевать в пуши, фарме и вносить ощутимый вклад в тимфайты. А главное, что этот герой вам точно долго не надоест, потому что в каждой игре его можно использовать по-разному. С вами был канал Метагейм, подписывайтесь и ставьте лайк, если вам понравился этот гайд. Магазин компьютерных игр zakazaka.com порадует вас скидками на новинки этого года и на серию Call of Duty. На Zaka Zaka вы уже сейчас сможете заказать грядущие релизы августа и осени по привлекательной цене и с бонусами. Sacred 3 и Ryzen 3 Titan Lords уже ждут вас.